Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы, а геометрия гениальности теперь в архитектуре современности. Пифагор, выдача ключей, теорема, которую планируют доказать стрижи, или уже аксиома в геометрии города. Жилой комплекс Пифагор, претенциозное архитектурное новшество, две стильные высотки, взметнувшиеся над пересечением Кашурникова и Фрунзе, точеные формы концептуального минимализма, танец геометрии углов, дизайнерское хулиганство с математическим просчетом и благоустройство двора с по-пифагоровски умным зонированием. Под каким углом ни крути, Пифагор – это дом будущего. В эпицентре урбанистической застройки создать объект, посвященный человеку, который умел через цифру, линию подать, подчеркнуть точность, в этой точности найти гармонию и функционал, вот это была сверхзадача. Поэтому нам очень понравилось имя этого великого математика и философа, и мы попытались все наследие или весь подход, или все очарование Пифагора цифрой, линией и философией цифры и линии воплотить в этом доме. В этой архитектуре достаточно много алогичных решений, которые при этом имеют свою геометрию и красоту. А логичное решение номер один – сделать полностью остекленные пентхаусы в середине дома. Второе – обратите внимание на огромные, высотой в 4 этажа консоли, которые вынесены в каждом доме. В-третьих, у нас здесь достаточно, точнее, не достаточно, мы весьма концептуально разработали двор. Если вы подниметесь, точнее, когда мы с вами поднимемся наверх, и мы посмотрим на двор сверху, весь двор решен в традициях треугольников, прямых углов и сочетания этих треугольников и прямых углов. Значит, на самом деле, ничего случайного в композиции двора нет, и была детская радость и детское счастье, когда функционально все необходимые зоны для детей, прогулок, отдыха, спорта и взрослых. Очень естественным образом, даже, вот обратите внимание, на песочницу, вот, даже песочница является репликой знаменитой пифагоровской теоремы. Итак, 12 сентября нарядный пифагор встретил счастливых дольщиков праздничными шарами, подарками и ключами от теперь уже собственных квартир. Осень – время подводить итоги. Осенью собирают урожай и цыплят считают тоже по осени. А если уж считать, то по-пифагоровски – цифрами. По данным Росреестра, сегодня в Новосибирске строится 446 очередей жилых домов. Из них почти половина, а именно 209, уже просрочили ввод. Причем в 136 объектах просрочка превышает 2,5 года. Что касается стрижей, за 7 лет работы компании, кроме пифагора, было сдано более 40 объектов, и 100% из них сданы в срок или досрочно. Единый реестр застройщиков, кроме стрижей, свой высший балл ставит только 12 застройщикам из 90. А оценку «Отлично» получили только 29% из всех новостроек города. И из этих отличников номер 1 и номера 6, 7, 10 и 17 в топе новостроек – это стрижовские объекты. Видимо, по этой осени Новосибирск считает не цыплят, а стрижат. Стрижим. Все, что мы строили, еще раз подчеркну, сдаем срок или досрочно, это подтверждено официальной пятеркой единого реестра застройщиков. Есть такая федеральная структура приноза. То есть у нас официальный рейтинг пятерка. И пифагор, он опять сдан в срок. Вот все, что мы сейчас работаем, мы работаем в темпах. Но мы же в это банковское финансирование погрузились по уши. У нас сейчас на борту 5 миллиардов сберовских кредитов. С ума сойти. Вот. Ну, то есть, причем месяц назад, когда мы открывали вторую «Онегу», мы выскочили на Москву, и Москва нам, ну, московское руководство Сбера открыло кредитную линию до 8 миллиардов, то есть лимиты. Так вот, ну, представляете, какая нагрузка на экономику с этими процентами? Но нет худа без добра. Эти дикие проценты заставляют нас шевелиться быстрее, и мы сейчас любую возможность сократить сроки используем, и оказывается, она есть. У «Стрижей» сейчас 3 четверти того, что мы делаем, находится под банковским финансированием. У нас вне банковского финансирования только третья «Северная корона». Это единственная компания, которая, ну, на 75% свои объемы перевела под банки. А еще пара компаний имеют пилоты, причем это компании уважаемые и так далее, то есть они обкатывают технологию, пока работают по-старому. Но мы решили первыми в эту прорубь нырнуть, и там как-то крещение проходит. Об очередном архитектурном и финансовом вызове «Стрижей» говорят, как обычно, с гордостью, и это подкупает. Но согласитесь, главное не то, что они говорят о себе, и, пожалуй, даже не то, что говорит статистика ЕРЗ. Главное – эмоции тех, для кого это строилось. Живые люди, стрижители, как с любовью называют их застройщики, счастливые обладатели ключей. Довольно-таки интересный дом сам по себе, подъезды просторные, широкие, три лифта. Много всяких мелочей, нюансов, приятных, так скажем говоря. У нас пока еще не было никого, мы первопроходцы, чтобы потом друзьям показывать или нет. Мы ходили по предыдущим объектам, стрижаем по всем. В целом нравится просто, как строятся, как благоустроенные дворы, тоже немаловажный фактор. Ну и как строятся, как строят. Это основной параметр, как строят. Стрижи не задержали еще ни один дом. Ни разу. Архити круто уже пишут о Пифагоре в сетях. Но похоже, что это не просто очередной архитектурно крутой и вовремя сданный стрижами проект. Это некая матрица, культура строительства, воплощенная в камни. Стрижовский код качества. Теорема Пифагора доказана, а аксиома благонадежности стрижей – это то, что доказательств уже не требует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...